здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева благодарю всех кто распространяет мои видео пишет комментарии поддерживает мой канал хочу поблагодарить тех кто поддерживает канал финансово александр константинович благодарю за ваше стремление к истине владимир николаевич на поддержку канала татьяна васильевна марина павловна любовь владимировна на помощь канала георгий гореевич светлана евгеньевна на помощь каналу елена игоревна благодарю вас всех я не раз говорила в своих фильмах что информационное поле меня ведет нелинейным образом но совершенно правильным это понимаешь спустя некоторое время а уж спустя годы это подтверждается железобетонная этот фильм который я вам представляю также из нелинейности 13 марта 2018 года ну вот где-то 3 почти три года назад на моем канале вышел фильм катастрофы 19 века интервью каналу глобальный вопрос галина конышева а на днях одна зрительница моего канала адресовала меня к нему обычно я не пересматриваю свои фильмы тут много это других бы посмотреть а свое некогда но в данном случае я стала смотреть и поняла почему для меня самой было довольно любопытно послушать материал трехлетней давности по теме которую я глубоко исследую катастрофы 19 века оккупация когда все началось и вот в одном моменте я говорю что все началось во время смуты то есть вот самое главное такое захват вот планеты основной во время смуты том числе восточной руси и что романовы это ставленники запада гауляйтеры на руси а никакие не цари в этот момент срезонировало то что мой глубоко уважаемый безвременно покинувший наш мир замечательный историк александр владимирович пыжиков говорил то же самое на то время я не была знакома с работами пыжикова глубоко вот он как раз это говорил в то же самое время я не смотрел эти ролики вот что-то смотрела урывками но только еще пригляд вот я его даже еще не знал это где-то три года назад я лишь сейчас стала подробно изучать его труды большое видится на расстоянии меня очень обрадовало то что александр владимирович доказал документально архивно а у меня это пришло по наитию и через познание объективной реальности через погружение в инфополе я предполагала что иван грозный это большая тайна что архивы засекричены до 2085 года я не предполагал это я причитал вот три года назад где-то в новостях аргументы и факты по моему по ивану грозному и нам даны лишь небольшие и не опасные для романовых фрагменты о том что настоящая оккупация началась со времен смуты я говорил еще раньше фильме с алексеем кунгуровым алексей кунгуров в гостях у галины конышевой москва до потопной от 8 октября 2016 года как предположение поэтому я изучаю этот период и главный переломный момент это 19 век очень многие наши талантливые ребята исследователи альтернативщики также указывают на 19 век вы их всех знаете смотрите вот и в этом фильме с романом по новым автором канала глобальный вопрос речь числа о войне сопоставимой с ядерной в 19 и оккупации иго по со времен смуты а еще для меня сегодняшний был сюрприз в этом фильме это комментарий я вспомнила что видела его и даже сохранила в папку но забыла а сейчас опять папа бабам папам я решила больше не рисковать и показать вам этот интереснейший материал от зрителя виктора галина вы упомянули библиотеку ивана грозного возможно вам будет интересно у меня есть фотокопия письма танеева александру третьему об ее судьбе сделал из нее pdf и закинул сюда это несколько листочков доклада танеева и речь идет о 1868 году а письмо докладная датируется 1882 годом не уверена что надо это все воспринимать за сто процентов за стопроцентный факт вдруг это вброс вопросов у меня появилось много пока я изучала эти пять листков доклада первое почему докладная пишется 1882 а события само в 1868 году что мешало то не его сказать об этом раньше тому же александру второму сделать эту докладную записку вы знаете что обращаю ваше внимание на все значительные даты от 1860 года так как полагаю что глина завал глина потоп городов произошел именно в это время основной и далее пошла новая эпоха выживших людей и благополучно переживших эту катастрофу элитки которая была предупреждена и где-то пережидала пока все остальные погибали как это у них обычно и делается и точно так же это было и в 1812 году а точно так же это было 2010 году когда горела москва элитка была предупреждена и на все лето выехала в свои заграничные квартиры и на моря и так второй вопрос кто такой тайнеев надо о нем сказать важно пролить свет на того кто делает доклад эти люди в курсе многих событий сокрытых от народа о чем много раз говорил александр владимирович пыжиков это большой родовитый род танеевых много ветвей очень талантливые люди есть композиторы нас интересует конкретная ветка род танеевых известен с 15 века но высокие чины выбрался в начале 19 века генерал-майор сергей михайлович танеев 1749 1825 был близок к ракчееву положение отца помогло сыну его александру сергеевичу поступить на службу ведомства кабинета его императорского величества с этого момента род танеевых на несколько поколений вплоть до февральской революции 1917 года оказался неразрывно связан с данным государственным учреждением следующий сын сергей александрович танеев 1821 1889 еще более успешен выгодной женитьбы на дочери генерал-майора бибикова удачный брак дополнился личной успешной карьерой титулярный советник а в 1846 году камер юнкер двора и управляющий с 1877 действительной тайной советник с 1879 сергей александрович танеев занял свое место государственном совете подобно отцу и вот мы подошли герою нашего фильма следующему наследнику рода александру сергеевичу танеева 1850 года рождения родственники танеевым другая ветвь я полагаю не однофамильцы же они танеевы были известны музыканты композиторы сергей александрович учитель скрябина прям запутаться можно в этих сергеях и александрах танеевых и их вариациях но наш герой александр сергеевич не был прилежен в учебе на юриста также увлекался музыкой что не могло не огорчать отца однако все сложилось хорошо плюс опять же удачная женитьба на правнучке михаил иларионовича кутузова опять же богатой приданной еще более крепкое положение в обществе 1887 году был назначен состоять при собственной его императорского величества канцелярии третий вопрос у меня возник почему это письмо доклад датирован 1882 годом а службу свою сергей александрович канцелярия александра третьего начал в 1887 вот каким образом вдруг что его сподвигло ну что в этом году в этом году это год судьбоносный для танеева его женитьбы я уже говорил и высшая справка успешной карьере способствовал и брак александр сергеевича танеева 1882 году на н. и толстой 1860 1937 все на 10 лет был старше своей жены семья последний находилась в родственных отношениях о чем я сказала чуть выше со многими известными дворянскими фамилиями россии и получается что в этот год он пишет эту докладную я предполагаю что это обсуждалось в семье и возможно с женой или с родственниками жены потому что как раз он был обязан своей бурной карьере именно благодаря своему браку последствия очень удачная карьера развивается и не только карьера вот еще характеристика его современника справка постепенно влияние танеева на императорскую чету неочевидное для многих росло тот же масолов писал широко образованный выдающийся музыкант очень умный и ловкий александр сергеевич танеев вырос при дворе и достиг высшей ступени и иерархической лестнице наследовав должность главного управляющего от своего отца очень близкий к их величеством он однако тщательно скрывал свое влияние на них был как истый царедворец человеком весьма лестивым вот такая характеристика он пристроил своих детей ко двору более подробную информацию со ссылками на документы откуда я беру эти все справки будет статье на моем блоке сознание 21 век для фильма я естественно сокращаю всю эту информацию последствия дочь александра сергеевича она вырубова была в близкой дружбе с распутином и александрой феодоровной кстати в своих фильмах александр владимирович пыжиков тоже об этом говорил это все надо учитывать последствия поэтому я не предлагаю верить этим документам но в то же время принимать их в балансе как будто правда все ведь танеев пишет по воспоминаниям если только где у него не осталось своих записей дневниковых ну а теперь переходим к документам письма танеева александру третьему и так собственное его императорского величества канцелярии первое деление декабря 12 дня 1882 года то есть вот конец года он уже женат вот только-только он с новой семьей так сказать он вошел в круги круги близкие очень близкие ко двору и и подпись александр насколько понимаю сохранить сию в тайне его императорскому величеству государю александру александровичу по величайшему повелению государя александра второго 1868 году узнаете для меня это вот непростые даты но начался разбор архивных бумаг имеющих огромное значение для истории российской империи среди важных бумаг прочих кои имелись в хранилищах московского кремля я обнаружил фолианты василия шуйского от лето 1608 года вот здесь у меня загвоздка таким образом они писали или нет потому что атлета мы знаем лето сотворение мира или они от библейского вот это сотворение пишут здесь я пока не понимаю коеве вел поиск сокровищницы библиотеки иоанна четвертого васильевича грозного кое был последним из царей российских вот тоже интересно последний царей российских кто знал эту великую тайну значит больше никто не знал говорю на на иване грозном все закончилось царь василий шуйский однако был близко к разгадке этой тайны но неведомо почему большую часть доношений сохранил в тайнописях но почему неведомо почему правильно сделал что сохранил в тайнописях всех доношениях имеется чертежная карта что тщательно прорисовано от старого кремля как солнечный свет в день летнего солнцестояния высокосный год падал от тайницкой башни от слова тайна через малые церкви что стоят у реки неглинная и прямым солнечным светом указывал на пуп я думаю что путь а похоже на пуп от которого шли три дороги одна из них вела в тайные сокровища в 1724 году с одобрение сената сокровища пытался найти диакон церкви юанна притечи на пресню осипов что ему эта тайна была завещана от умершего диака василия макарьева но диакон осипов так все запутал со злого умысла или во благо то не ясно но было точно дознано что он с умыслом сокрыл сведения о раскопках зато и был наказан петром первым петр искал это все а проведенным специальным дознанием что это за специальное дознание было выявлено что десяти из 20 арестантом кои работали с ним я сейчас еще немножечко значит были где-то документы они сейчас тоже за кричит засекречены документы связанные с петром первым весе сколько у них там тайн от народа спрятано да не там шуршат как вот крыски мышки вот своих этих норках они там свои тайны которые не могут найти потому что они правильно сказал пыжиков потому что это захватчики это самозванцы романовы поэтому им и неизвестны эти тайны которые были у правителей русских настоящих которые закончились вот с иваном грозным проведенным специальным дознанием было выявлено что десяти из двадцати арестантом кои работали с ним в раскопках отрезали языки и кисти рук остальных сыскать так и не дозволилась вот здесь тоже очень странно что вот якобы этот осип работал из них какие-то были арестанты 20 наверное человек десяти из двадцати отрезали языки и кисти рук но смысл им отрезать их лучше просто умертвить нужно они же все равно могут показать кивками мычанием там еще как-то показать информацию дать поэтому здесь очень странно просто наверное пытали этого осиповым именно таким образом сказал вот эту вещь остальные сыскать так и не дозволилась потом получается что десяти нет не найденных которые растворились где-то арестантов и которые знали эту тайну и ангрозный берег библиотеку от глаз своих вельмож и митрополита поскольку все все ценные данные об истории мира и сотворения людей что имелись в сих фолиантах собирались многими императорами восточной римской империи и последними египетскими царями и подрывали общественные основы прежде всего для нашей христианской церкви вот как интересно как интересно и тоже здесь вот тоже то что говорит пыжаков потому что вот она тут у романовых и христиан романовые христианская церковь это все спаяна в один это это две руки одного организма поэтому последующие патриархи после смерти и она грозного требовали отправителей российских изысканий сей библиотеки для ее завладения вариантах тех имелись свитки и руно о тайном упокоении двух сокровищниц чингисхана коими владел и ангрозный предание гласит что тот кому будет велен открыть их будет править миром до скончания веков поэтому как золото и изумрудов там собрано от трех мировых держав кои исчезли в истории задолго до христианских времен ну конечно конечно ежу понятно это же представляете если бы они это нашли поэтому они это рыскали искали кстати поэтому стилецкий тоже искал эту библиотеку ивана грозного поэтому ее ищет потому что тот кто ее найдет он будет владеть миром до скончания веков значит кое-кто это знал для нас это просто библиотека ивана грозного они того что знали что там помимо просто книг библиотек каких-то фолиантов там еще и сокровища вот им в общем-то сокровища были нужны от трех сгинувших империй кстати неизвестно тоже каких империй может быть империй который в восточной руси была изгинула библиотеку сию привезла москву 1472 году опять датировка вот уже вот петровская на 70 подводах с кованными сундуками как свое приданное византийская принцесса софи палеола что вышла замуж за великого князя московского и она третьего васильевича который пытался описать фолианты и свитки составлены на неведомых языках софиша повелела тайно выстроить под московским кремлем хранилище которое спроектировал и построил зодчий диора ванте из италии дабы сохранить тайну крестьян что строили хранилище вывезли на работу в европу а может быть и вовсе умертвили в 1516 году сын софии от иоанна третьего василий третий иоаннович попросил константинопольского патриарха прислать в москву обученного монаха кое владеет неведомыми языками константинопольский патриарх прислал афонского монаха максима грека но многие уже слышали про этого максима грека которому показали бесценные рукописи и свитки из александрийской и константинопольской библиотеки а мы уже знаем что александрийская библиотека тоже сгорела тексты оригиналов псалтерей или что там я не знаю как это буква алтырей алтырей целиком отличающиеся от тех которые распространены в россии понимаете тексты псалтерей целиком отличающиеся от тех которые распространены в россии монаха дабы не сказал чего лишнего из россии не выпустили и оставили в заточении обвинив его в измене и и в ереси со временем история с монахом распространилась по европе и московскими фолиантами заинтересовалась европейская знать конечно конечно известно что тайник с книгами и свитками насчитывает около полутора тысяч огромных фолиантов и около 800 свитков из александрийской и константинопольской библиотек свитки же из александрийской библиотеки достались от египетского царя птолемея 2 филадельфийского но про него тоже надо отдельно сказать про этого товарища спас же сие сокровища фома умершие в 1465 году опять вот эти датировки отец софии то есть фома умерший в 1465 году вот это тоже здесь момент который непонятно мне надо изучать каким образом от царя птолемея 2 филадельфийского который был римским императором и это по моему до нашей эры спаси сокровища фома умерший в 1400 здесь уже 15 век каким образом вот несколько веков этот эти сокровища от птолемея царя достались этому фоне вот очень интересно вопрос царь птолемей 2 филадельфийский он жил двести восемьдесят пять лет по официальной версии до нашей эры и спас вот сие сокровища фома умерший в 1465 году вот их отделяет более более тысячи семьсот тысячи восемьсот лет каким образом он спас либо это все время царь птолемей и вот эта вся история она была ближе к нам все где-то в это время чтобы фома мог спасти эти фолианты отец софии кой был младшим братом последнего византийского императора и после падения константинополя укрылся в риме под покровительством папского престола он же спас не только бесценные фолианты и свитки рукописи но и бесценные сокровища для христианской и папской церкви перстень иоанна крестителя и голову апостола андрея первозванного после его смерти софия до того как приехала в россию вместе с братьями жила папском приюте и нареклась зои была на папском попечении и хранила тайну о своем преданном всемилостиво прошу высочайшего указания управляющий первым отделением собственной его императорского величества канцелярии танеева значит он уже управляющий в это время восемь втором году значит информация в википедии о том что он туда поступил только восемь седьмом году неверно вот сколько всяких несостыковок в том числе вот этих несостыков то что софия была зоин нарекалась кстати хорошее слово имя рек было имя рек имя реченая нареклась зои не называлась нарекалась рек вот эту часть я тоже не поняла потому что если они все укрывались уже с этими сокровищами фолиантами в папском престоле и софия под именем зои софи палеолог тоже там жила и что они отпустили с этим преданным в общем вопросов еще больше стал на сегодня пока все благодарю за внимание надеюсь вам было интересно познавательно очень может быть что у кого-то есть какая-то информация по этим письмам танеева это не раскрыла тайну библиотеки ивана грозного вот ни одна информация не раскрывает и не приближает а добавляет еще больше вопросов ну ничего раскроем эти вопросы с вами была галина конышева до свидания